коллеги приветствую вас на youtube канале клуба трейдеров картель сегодня разберем такую интересную тему как основа бэктестирования торговой стратегии что это такое для чего нам это нужно и как это можно применить в реальной торговле начнем с того что такое бэктест бэктест это оценка профитности и рисков торговой стратегии которую мы можем провести на исторических данных то есть мы открываем историю на истории ищем определенные ситуации которые у нас описаны в торговой стратегии ожидаем выполнения тех или иных условий и можно совершать бумажные сделки заносить в статистику отработку да будь то профит будь то убыток потенциал хода и так далее то есть все вот эти вот ключевые моменты можно все сложить для того чтобы понять верные ли мы места выбираем для поиска торговых ситуаций каковы там потенциальные движения например да если она там три к одному не все хотят забирать а кто-то хочет например высиживать сделки действительному можно ли это делать нужно на истории поковырять графики поискать такие ситуации самые сильные где инструмент действительно ходят там 10 к одному допустим инструмент стоит в накоплении там месяц или два месяца в каком-то там широком флете потом нас поджимают к одной из границы и происходит выхода из диапазона то есть начало реализации такие сделки можно удерживать длительный период и забирать там побольше да чем 23 процента хода то есть вот это все можно оценивать на бэк тестов после бэк тестов обязательно мы делаем форвард тест то есть те же самые условия но уже на реальном графике здесь может быть небольшой диссонанс у тех кто будет проверять потому что в бэк тестах отсутствует фактор времени то есть вы выбираете ситуацию отрабатываете ее пошло не пошло вы переходите к следующей когда вы делаете форвард тест то есть те же самые условия но уже на реальном графике вас добавляется фактор времени вы должны ждать выжидать не лезть до во все что попало то есть на бэк тесте вы открываете там торговую ситуацию какую-то смотрите у вас слои выполняются отлично зашли в сделку не выполняются вы пролистываете и переходите к следующей ситуации когда вы делаете форвард тест вы не можете пролистнуть то что скажем так не совсем удовлетворяет условиям для входа в сделки поэтому вот здесь добавляются такие нюансы которые тоже нужно учитывать но начнем с бэк тестов до самым основа основ допустим мы хотим торговать пусть это будет там я не помню на матике ложный пробой ложный пробой 2 барами не суть важно хотим тестировать ложный пробой что нужно учитывать да то есть я хочу торговать ложный пробой например двумя барами то есть на дневном таймфрейме у меня должна быть ситуация что мы пробиваем закрываемся и на следующий день будет по моему мнению возврат да то есть я ожидаю ложным пробой 2 барами я ожидал допустим там можно пробовать ним баром на мы закрылись над уровнем значит могу на следующий день поожидать обратном движении значит при входе в ложный пробой двумя барами допускается множество ситуаций которые можно отторговать и если мы вот этот дневной таймфрейм разложим на младший таймфрейм например там 5 минут или 15 минутку то ситуации могут быть следующей мы пробиваем вот этот первый день мы пробили здесь где-то закрылись все день у нас закончился на следующий день когда будет формироваться по нашему мнению ложный пробой двумя барами могут быть ситуации следующий мы можем подходя к уровню дать на торговку это раз ситуация мы можем подходя к уровню двигаться малыми барами на адекватной волатильности здесь и здесь можно будет заходить пробой именно в пробойной сделке при возврате под уровень нас могут здесь удерживать какое-то время да то есть у нас будет как пробой закрепления мы можем вывалиться издалека и затем прийти на ретест и это тоже будет ситуация для входа как пробой закреплением до дно от ретеста продолжение уже нисходящего движения сюда вниз это тоже это все вот раз два три четыре это все различные ситуации которые могут быть сформированы во второй день когда будет формироваться ложный пробой двумя барами допустим мы можем вывалиться из-за уровня и где-то в продолжение дать на торговку это тоже будет заход в ложный пробой барами единственное что здесь нужно будет оценивать пройденное расстояние от цены закрытия предыдущего дня дом сформированные точки кода и не факт что мы в этот день пойдем дальше на то есть нужно будет оценить запаса то есть такие вот тонкости уже но вот множество тех или иных ситуаций мы должны сразу заранее определить для себя что мы будем ждать для того чтобы выполнить бумажную сделку и эту сделку занести в статистику я рекомендую использовать бэк тесты постепенно да то есть ждать формирование торговых ситуаций каждый раз что-то одно то есть если мы берем например вот такую картиночку то мы ищем только ее игнорируя все остальное вот это отторговали посмотрели как работает можем если профит на получается да можем переносить на форвард тест с этим закончили с этой формации берем следующую берем закончили со следующей берем следующий и так далее то есть потихоньку 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 для чего это нужно в первую очередь для того чтобы у вас не было каша в голове потому что при бэк тестах но я жду так до жду на торговку на торговку не дали мы вывалились и далее закрепление пробойной плоскости да то есть это не торгую будут торговать это тяжело будет статистику потом отсортировать да нужно все таки систему пусть это будет там 10-15 ситуации этого достаточно для того чтобы понять правильные ли вы вообще ситуации смотрите и тот потенциал ход который имеется если мы например там пролетели там я не знаю 30 процентом 40 процентов без откатного движения конечно хочется увидеть какую-то адекватную реакцию и например нас есть там трендовый какой-то откат вот как на матики было нас подбросили высоко-высоко и здесь формируется там можно проводим и бар мы получаем какую-никакую реакцию да можно потянуть и на обновление экстрема если условия на рынке будут выполняться но если инструментом это просто лишь откат да и начинает обратно двигаться то нужно закрываться то есть здесь необходимо оценивать от этого входа потенциал входа да то есть потенциал движения цены если мы берем какие-то прошу прощения какие-то трендовые откаты до сделки можно потенциально тянуть на обновление именно вот этих дальних изломов экстрема но сильно не рассчитывать потому что как правило контр трендовой формации это довольно часто сбор именно отката да то есть мы чуть-чуть забираем и успокаиваемся значит примерно мальчики уровень отката здесь на истории есть подтверждение до касаниями есть распил то есть есть интерес какой-то на уровне местечко такое довольно интересное на истории 056 поэтому имеет место быть нисходящее движение вспоминаем структурные элементы у нас откат здесь у нас вперед перевел ой перелой и откат еще один перелой и откат и и наличка да вот это вот самое движение на самый низ довольно быстрый подлёд встали небольшое накопление до пар денечка стояли и вот финальная кульминация что говорится и нас не понесло да то есть мы пробиваем откат и отсюда хорошо бы двигаться по структуре мы ломаем нисходящее движение и можем ожидать восходящего движения но перед этим да хорошо бы сделать небольшую коррекцию потому что последний вот это движение из на торговке когда мы выходили из низа инструмент прошел практически 50 процентов для крипты это не супер много но довольно существенно поэтому хорошо бы здесь ожидать какую-то коррекцию значит какие наши действия что мы делаем для бактест мы выбираем место описываем логику выбора места да почему нам это здесь интересно затем мы делаем следующее симулятором так как мы видим что здесь уже ложный пробой двумя барами то мы берем второй день то есть первый день нас уже не устраивает и мы берем второй день дальше мы переключаемся на младший таймфрейм кто что торгует часовики 15 минутки 5 минутки на крипте сильно не рекомендую заморачиваться с минутками выбираем да то что торгуем далее ждем что мы ждем мы ждем подход плюс на торговка мы ждем подход на малых барах где можно будет зайти да то есть адекватное владельцы мы ждем подход плюс закрепление мы ждем проход плюс на торговка дальше мы ждем пробой ретест и последующую фонда то есть вот это самые такие распространенные формации для захода и собственно запускаем до наш тест значит у нас есть подход к уровню можем ли мы то есть мы должны оценивать можем ли мы здесь заходить сделку визуально спрятать спрятать стоп лосс можно только лишь за откат вспоминаем дальше что мы пролетели 50 процентов то есть у нас в принципе процентов 15-20 да то есть если там половинку движения забирать 25 это будет ровно половину а так процентов 15-20 это будет неплохой принципе потенциал хода инструмента значит первый вариант захода это вот прям с текущей да у нас есть остановка откат и мы имеем право заходить пробой со стопом за откат да это чистой воды средний срок потенциал хода в наличии если мы там поедем забирать вот эти хвосты то здесь будет порядка трех к одному если поедем дальше то значит будет больше значит первый вариант захода у нас сформировал значит следующее что мы ждем мы хотим сократить стоп лосс то есть нам нужны узкие на торговке или малая волатильность либо пробой закреплением где мы сможем зайти и поставить стоп за например хвостик ложных пробоев если они будут пробой случился приехали на ретест я у нас зеленый барчик маханул я с елочком ну допустим да пусть это будет как-нибудь как-нибудь здесь у нас стоп 2 и 6 1313 как-нибудь вот так то есть текущий заход на можно но вообще желательно ближе к уровню но я промахнулся будем по-честному делу да там просмотрел могу ли я заходить стоп лосс адекватный да там порядка двух процентов имею право заходить даю да нам опять поставить уровня можно зайти было и поближе этот наверно вернуться уже не вернуться сожалению ну и ладно можно запустить наверно побыстрей вот две ситуации что говорится отработали да то есть мы берем выполнение условий 1 у нас заход в продолжение да то есть у нас есть остановка мы заходим по тренду стоп задка средний срок 2 заход у нас пробой плюс ретест на торговочку здесь не дали красивую закрепление такого чтобы прям под уровнем стояли тоже нет поэтому только вот две ситуации и ту и другую можно записать статистику 1 конца ухода там до сильно не как это сильно не нужно оттягивать таки потому что когда есть возможность быстро промотать график можно мотнуть здесь еще день два три и увидеть движение дальше вниз и сразу голове это отложится что вот заходя ложный пробой мы можем там забирать 350 и 44 к 1 этого достаточно для того чтобы работать с контр трендовыми картинками если мы увидим здесь движение сейчас еще на 10 процентов то у нас отложится в голове что вот такие заходы можно пересиживать а это в свою очередь может закончиться обратным движением и выбивание нас либо по безубытку либо по стоп лоссу поэтому всегда трезво оценивайте движение графика здесь прекрасные целевые движения да у нас есть откаты восходящем движении за которыми прячутся стоп лосс и других участников и вот самый дальний это наша самая вкусная цель должна быть и 1 здесь порядка трех к одному до 2 чуть больше его три с половиной к дому этого достаточно для того чтобы извлекать прибыль из движения цены в принципе все делайте бэк тесты бэк тесты полезные проведите достаточное время но не слишком много потому что когда вы будете прикладывать логику бэк тестов на реальный график у вас вот этот фактор времени он всегда будет вас дергать что нужно открываться нужно открываться сделки 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 каждый день такого не бывает бывают конечно периода когда рынок дает хорошие ситуации но так бывает далеко не всегда поэтому если вы там будете неделю выжидать супер картинку и супер ситуацию не будете открывать сделок это будет уже очень круто потому что основная задача в трейдинге не сливать а не зарабатывать как бы не хотелось этого абсолютным большинством всем всем удачи пока пока